На минувшей неделе мы узнали, что китайских брендов много не бывает. Очередной маркой, выходящей на рынок, будет Skywell, он же Skyward, производитель телевизоров и прочей электроники. Список иностранных беглецов на этой неделе пополняют шинники, но Киан уже договорилась продать свой завод Татнефти, а Бриджстоун только начинает искать покупателя. Автоваз пытается сделать прозрачными цены и наличие своих автомобилей, запустив онлайн-витрину. Поиск автоматической коробки для ЛАД, похоже, близок к успеху, и новые подробности появились в деле модернизации классической Нивы. Тем временем КАМАЗ строит планы покорения африканского рынка и наращивания производства грузовиков К5 с антисанкционными компонентами. Новоявленная марка Skywell, недавно запустившая русский сайт, открыла в Москве первый шоурум и готовится начать продажи в ноябре. Напомним, что Skywell — это часть концерна Skyward, который с конца 80-х годов выпускает электронику и бытовую технику. Скажем, телевизоры этой марки известны и в России. В 2010 году Skyward купил автобусную фирму Nankin Golden Dragon Bus, а с 2019 года разрабатывает легковушки, которые в разных странах продаются под марками Skyward, Skywell, а также Imperium и Elaris. В России марка не стала создавать представительства, заключила четырёхлетний контракт дистрибьютора с фирмой Dialon, которую возглавляет Александр Иванов, выходец из концерна «Калашников». Первой моделью Skywell в России назначен среднеразмерный кроссовер ET5. Его единственный электромотор выдаёт 200 сил, и полноприводных модификаций не существует. Установленную под полом тяговую батарею поставляет китайская фирма Ferrazis Energy. В России предложен самый ёмкий вариант, который по устаревшему циклу NADC даст полтысячи километров хода, то есть около 400 километров в реальности. Общая гарантия на автомобиле — 5 лет или 150 тысяч километров. При этом на светотехнику гарантия трёхлетняя, на детали подвески — годовая. На тяговую батарею — 8 лет или 200 тысяч километров. Однако для юрлиц всё иначе. Общая гарантия — 2 года, а на батарею — 5 лет или полмиллиона километров. Частные клиенты используют в среднем порядка 20 тысяч километров в год пробег у них, и их больше интересует, скажем так, временной период гарантии. И мы предлагаем для частных клиентов гарантию на 8 лет. То, что касается корпоративных клиентов, а мы в первую очередь имеем в виду такси и предполагаем, что электроавтомобиль в такси зарекомендуется с лучшей стороны, для них более важен пробег, нежели временной интервал, так как годовой пробег у автомобиля такси может быть достаточно большой. Это может быть и 100 и 150 тысяч километров. Комплектация довольно богатая. Цифровые приборы, мультимедиа с экраном на 12,5 дюйма, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша и лазерные фары. Продажи электрокроссоверов начнутся в ноябре, как будет получено одобрение типа транспортного средства. Поскольку автомобили поставляются из Китая, то госпрограммы поддержки на них не распространяются. А в следующем году Skywell выведет на рынок более дешёвый гибрид с турбомотором 1,5. Лада начала торговать автомобилями онлайн. Правда, на прямые продажи от своего имени автогигант не решился, а лишь запустил электронную витрину, где собраны предложения от дилеров. В любом случае это удобно. Потенциальный покупатель выбирает город, марку, модель, а также нужные опции и действующие спецпредложения. А дальше следует процесс бронирования подходящего экземпляра. Этот процесс не требует внесения предоплаты и одобренного кредита. Дилер, получив заявку, согласует дальнейшие условия сделки, а оплатить автомобиль можно онлайн, притом полностью или частично. Как отмечает пресс-служба АвтоВАЗа, функционал онлайн-витрины доступен для всех официальных дилеров. Уже сейчас на новой платформе можно найти более тысячи предложений из разных регионов. Правда, пока в списке доступных машин лишь актуальный модельный ряд. То есть только седаны, лифтбеки и универсалы Гранта 22-го года выпуска. Тем временем, в конце октября в Тольятти состоялась профсоюзная конференция молодых специалистов, на которой выступил Николай Строков, вице-президент АвтоВАЗа по производству автокомпонентов. Как сообщает паблик АвтоВАЗ-ньюс, Строков упомянул, что переговоры с потенциальным поставщиком автоматических трансмиссий для ЛАДы идут успешно, и в будущем не исключена даже локализация коробок на самом ВАЗе. По информации портала Дром, изначально АвтоВАЗ хотел найти в Китае классический автомат, но сейчас взоры обращены на роботы с двумя сцеплениями и вариаторой. Последние практически вдвое дешевле гидромеханики. Кроме того, в моторный отсек ЛАДы поместится максимум шестиступенчатый автомат, но выбор таких невелик. Китайские производители коробок тесно связаны с санкционными западными партнёрами, поэтому появление робота или вариатора на ЛАДе гораздо вероятнее. Окончательно вопрос должен решиться в ближайшие месяцы, потому что калибровку и сертификацию АвтоВАЗ хотел завершить к перезапуску Весты в марте, хотя едва ли этот срок реалистичен. Восстановление модельного ряда даётся АвтоВАЗу с трудом. Все силы сейчас брошены на перенос Весты в Тольятти, а вот производство Лады Ларгус откладывается аж на конец 2023 года. Зато продолжаются работы над сменщиком Гранты. Семейство автомобилей B-класса на основе Рено Логана третьего поколения встанет на конвейер в конце 2024 года, а в 2025 году запустят кроссовер на базе Весты. Давным-давно реэкспортные автомобили пользовались в СССР и России хорошим спросом. Покупателей манило лучшее качество и экспортное оснащение машин. Похоже, что эти времена вернулись. В соседней Беларуси обнаружились залежи автомобилей Лада Веста. Местные дилеры накопили три сотни машин. В основном это дорестайлинговые универсалы Веста СВ и СВ Кросс в приличных комплектациях Classic Start и Comfort. У всех Вест механические коробки передач и 16-клапанный двигатель 1.6. Цены на универсалы начинаются с 1 миллиона 200 тысяч рублей. Кросс же стоит полтора миллиона. Продавцы уверяют, что возьмут на себя подготовку документов для регистрации в российской ГИБДД, а поставить машину на гарантию можно у любого дилера в Беларуси или России. Однако сам АвтоВАЗ не столь оптимистичен. Компания разбирается в ситуации и пока не может подтвердить гарантию на указанные автомобили на территории России. В случае, если автомобили были официально поставлены импортерам в Беларуси, то гарантия на них действует только на территории Беларуси, сообщает пресс-служба. Аналогичная ситуация складывается и с автомобилями Renault, остатки которых продают российские дилеры по очень необычным ценам. Скажем, Duster с турбомотором 1.3 можно увидеть за 2,5-3 миллиона рублей. В соседней Беларуси за кроссовер просят около 2 миллионов, хотя в наличии остались считанные машины. Зато приподнятых седанов Logan Stepway целый запас, и стоят они по миллиону 300 тысяч. Напомним, что после ухода Renault за поставку запчастей и гарантийное обслуживание машин отвечает АвтоВАЗ. А закончим разговор про отечественные легковушки обновленной Нивы. Напомним, что её модернизацию анонсировал президент АвтоВАЗа Максим Соколов, вручив дизайнеру машины Валерию Сёмушкину сертификат на первый образец. Название машины не должно вводить в заблуждение. На самом деле приставка Sport объясняется лишь тем, что мелкосерийное производство обновленной Нивы порочит подразделению Lada Sport. Суть же изменений сугубо потребительской и базируется на проекте улучшений под индексом M5, которым занимался ещё Михаил Ледяев, ныне ушедший в частную фирму СуперАвто. Как сообщает Дром, обновлённая Нива получит 17-дюймовые колёса. Такая запаска под капот уже не поместится, поэтому останется ремкомплект. Задний дифференциал будет четырёхсателлитным, а на балке появятся усиливающие элементы. В раздаточную коробку внедрят электропривод блокировки межосевого дифференциала. Моторный вопрос не решён. Мы уже рассказывали, что Автоваз тестирует перестановку поперечного 90-сильного восьмиклапанника 1.6 в продольную компоновку Нивы с переделкой поддона картера систем впуска и выпуска. Вероятно, первые Нивы будут такими, а впоследствии поставит и Вестовский двигатель 1.8. Фирма СуперАвто уже отработала такое решение, но не довела машину до сертификации. Что же до сроков, то Максим Соколов анонсировал начало производства Нивы Спорт на конец будущей зимы. Однако, учитывая немалый объём переделок, чтобы уложиться в срок, внедрять новшества придётся постепенно. Ноки Энтерс подписала соглашение о продаже татнефти своего российского бизнеса. Без учёта налогов сумма сделки составит около 400 миллионов евро. Сделка ещё не завершена. Её должны одобрить регулирующие органы, поэтому сроки и условия продажи пока не ясны. Сама же Ноки Энтерс объявила о контролируемом уходе из России ещё в июне. Хотя завод во Всеволожске-Ленинградской области не останавливался, но поставлять шины в страны Евросоюза запрещают санкции. Между тем, российская площадка мощностью 16 миллионов покрышек в год была основной для финской компании, обеспечивая 80% выпуска всех легковых шин Ноки. Лишившись возможности экспортировать товар с завода в Ленобласти, марка наращивает производство в Финляндии и США. Российские активы Ноки за второй квартал года обесценились на 300 миллионов евро. Оставшиеся в России и Беларуси активы на конец третьего квартала компания оценивает в 480 миллионов евро. После закрытия сделки весь персонал перейдёт новому владельцу, и Нокиан прекратит деятельность, которую вела в России с 2005 года. Однако, по данным газеты «Коммерсант», финны оставили себе опцион на возвращение. Что касается Татнефти, то ранее она уже выпускала покрышки под брендом Кама Тайрс. Но в мае этот бизнес был продан Татнефтехиминвестхолдингу – полугосударственной структуре, координирующей деятельность предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана. А Татнефть, Нефтехим и Нижникамскшина попали под санкции. Пока не ясно, сможет ли Татнефть загрузить работой огромный завод Нокиан, мощность которого всего лишь в половину меньше, чем потребляет весь российский рынок. А главное, какие шины там будут выпускаться. В отличие от ленинградского завода Нокиан, который всё это время работал, ульяновский завод Бриджстоун простаивает с 18 марта. И только сейчас японская компания решила его продать. Официально сообщается, что инициирован процесс поиска местного покупателя. Запущенный в 2016-м завод в прошлом году отработал на полную катушку, выпустив 2 миллиона шин, 20% которых ушли на экспорт. Недавно мощность была увеличена до 2 миллионов 400 тысяч покрышек в год. Это третий по величине шины завод в России. Ульяновский автозавод в начале сентября начал ставить двигатели класса Евро-2 на Хантер и автомобили старого грузового ряда, как ульяновцы называют классические буханки и головастики. А сейчас очередь дошла до патриота и пикапа, которым также достались упрощённые моторы. Выбор такого агрегата позволяет сэкономить 20 тысяч рублей, а ещё 5 тысяч можно скостить, отказавшись от антиблокировочной системы. Так, Евро-2 Патриот дилер готовый отдать за полтора миллиона ровно. Это будет максимально простая версия, с китайской механической коробкой, классической раздаткой и стальными колёсами. В набор оборудования такого внедорожника входят гидроусилитель руля, электрические стеклоподъёмники, электропривод-зеркал, аудиоподготовка и центральный замок. Комплектация называется «Флит Икар». Нет, это не тот Икар, что увлёкся полётом на самодельных крыльях, скреплённых воском. Так называется фирма, что поставляет заводу рулевые колёса старого образца без подушки безопасности. Телеканал Автоплюс рассказывал, что КамАЗ пусть небольшими, но партиями выпускает грузовики нового поколения К5. Но уже скоро автогигант начнёт делать такие машины куда более серьёзными, тысячными тиражами. Так, главный конструктор инновационных автомобилей КамАЗа Сергей Назаренко заявил, что массовый выпуск санкционно устойчивых и импортозамещённых грузовиков из семейства К5 начнётся в феврале следующего года. Напомним, что ещё год назад ежедневный выпуск К5 считался буквально по пальцам одной руки. К февралю 2022-го производство нарастили до 10 штук в сутки, но дальше случились санкции и вместо намеченного роста до 30-40 автомобилей выпуск откатился на прошлогодний уровень. Уганда заключила соглашение с российским КамАЗом о строительстве завода по производству грузовых машин. Об этом агентству РИА Новости сообщил посол Уганды в России Мозес Кизиге. Сам КамАЗ не то чтобы опроверг это заявление, но поспешил уточнить, что компания заинтересована и активно развивает сотрудничество со странами Африканского континента, где челнинская техника пользуется спросом много десятилетий. Однако в настоящий момент говорить о каких-либо достигнутых соглашениях с Угандой не приходится. «Мы готовы обсуждать все виды сотрудничества в интересах наших государств», — заявила пресс-служба грузового автогиганта. Между тем, Почта России вовсю тестирует электрические среднетоннажники КамАЗ «Чистогор». Итоги будут подведены позже, а пока известно, что машина, способная преодолеть 120 км, весит неполные 10 тонн, а на борт берёт чуть больше 8. Кроме того, российские почтовики испытывают электрические «Газели» и «НН», а также фургоны «Солиус» китайского происхождения. Впереди испытания и других моделей. В их числе аккумуляторные УАЗы «Профи» от двух производителей, включая машину под названием «Экоавтопроф». Очевидно, что компания рассчитывает использовать электромобили для перевозок внутри мегаполисов. Но никаких подробностей относительно будущих закупок руководство почтового монополиста не приводит.